Аллилуйя, дорогие друзья! Я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть Божий мир, Божье помазание сейчас коснется вас, чтобы мы могли сосредоточиться на Слове Божьем, чтобы мы могли услышать Бога. Тема проповеди будет называться «Основная проблема христианина». Христианин, знаете, иногда верующий сталкивается с проблемой какой-то. Грех, неверие, апатия, незнание, невежество. И у всего этого есть корень, есть главный корень. И сегодня мы об этой проблеме будем говорить. И я верю, что Господь положил мне на сердце говорить об этом, для того, чтобы эта проблема перестала быть основной, чтобы она была решена. Вы просто представьте, христианин, который верит во всемогущего Бога, может жить с проблемами, которые он так и не в силах решить, как ему кажется. Вы представьте себе, знаете, вот чем отличается богатый человек от бедного? Богатый человек, когда приходит к нему проблема, он ее решает. У него есть методы, способы, как решить проблему. Когда приходит проблема к бедному человеку, он не знает, как ее решить. У него нет возможности решить эту проблему. И знаете, богатые люди – это те, которые с Богом. Те, в которых живет Бог. И как бы ни произошло так, что, как в притче о блудном сыне, младший сын сказал, что «я сын богатейшего отца и умираю от голода». Вот такая катастрофа сегодня может происходить в христианстве. Но я верю, что если Бог вскрывает какую-то проблему, говорит о какой-то неполадке, то у Него есть всегда ответ, как ее решить, как ее убрать, удалить. И вы знаете, что с того момента, как мы приняли Иисуса Христа в свою жизнь, поменялась власть в нашей жизни. Можно сказать, произошла революция, что дьявол должен был уйти из нашей жизни со всеми своими планами, со всеми своими, знаете, веревочками, за которые он нас дергал раньше, со всеми своими манипуляциями. Потому что в Библии сказано, что раньше мы жили по воле князя, господствующего в воздухе. Раньше, до Христа. И когда Христос пришел, власть сменилась. Господство Иисуса Христа не подразумевает только то, что мы называем Бога Господом. Еще очень важно и жить так, чтобы он был начальником, он был Господом. И мы служили ему и любили его. Дорогие братья и сестры, зная свою проблему, легче ее решить. Когда мы не знаем проблему, знаете, вот как человек, например, приходит к доктору и говорит, у меня болит, у меня болит. Он говорит, что, как у вас симптомы? Начинается исследование, начинаются анализы и так далее. И выясняется, вот она проблема. И знаете, когда выяснилась проблема, причина, почему у человека болит, тогда ее начинают решать. А когда, знаете, у человека болит, но неизвестно, что болит, и никак не могут найти, и человек находится еще в большей тяжести, у него большая проблема, потому что он не знает, как решить, и что именно болит. Так же, если ваша машина не едет, представьте, ваша машина, которая должна ездить, возить вас везде, она не едет, и вы не знаете, в чем дело. Вы приезжаете в автосервис, привозят, эвакуируют вашу машину, и вам автомеханик говорит, у вас бак пустой. Ты так радуешься. Думал, я-то думал, хуже проблема. И когда ты узнал, что бак пустой, для тебя это перестало быть проблемой, потому что ты тут же поехал и заправил ее. И что, когда ты заправил, тогда ты можешь дальше ехать на машине. Эта проблема решена. Основная проблема христианина – это концентрирование на собом себе. Эгоцентризм. Все лучи, вся концентрация на мне. И это является центральный грех человека, когда человек все внимание на себе концентрирует. Помните, когда в саду Идемском человек согрешил, человек упал в грех, перешел уже, знаете, на сторону другого царства, государства, то Бог по-прежнему пришел общаться с ним. С Божьей стороны никогда не было желания расстаться с человеком, выгнать его, выругать его. Нет. Бог создал человека для любви. И Бог очень сильно любит человека, очень нежно любит человека. И, знаете, никогда Бог не звал раньше человека. Никогда. А здесь мы слышим, Адам, Адам, где ты? И вдруг из кустов, да, из деревьев сада голос, я здесь. Говорит, что ты там делаешь? У нас же с тобой встреча, каждый день я к тебе прихожу. А он говорит, я убоялся, ибо я анаг. Он стал якать, он стал говорить о себе. Я анаг, я гол, как же я? Понимаете, никогда у Адама таких проблем не было раньше. Никогда. А здесь он стал о себе думать. Я голый, как же я выйду перед Бога? Это же стыдно. Там же ангелы, там же звери. И я спрятался, знаете, он стал думать о себе, о себе очень много. И вот это наша проблема. Почему Иисус говорил в Матфея 6,33 «Ищите прежде Царства Божьего. Хватит вам искать одежду, еду, питье. Хватит. Это делают грешники этого мира, язычники. Вы же ищите прежде Царства Божьего». Другими словами Иисус говорил, не концентрируйтесь на второстепенном. Концентрируйтесь на первостепенном, на Царстве Божьем. И тогда у вас все будут нужды и физические восполнены. Но что сегодня ищет мир? И что большинство сегодня ищет даже церковь? Это больше все-таки физического и материального. Я мне мое, как бы мне было хорошо. Мы даже в церковь приходим для чего? Чтобы мне было хорошо. Мы же не приходим ради Бога, чтобы его прослать, ему сделать подарок, сюрприз какой-то. Хотя вряд ли ты сделаешь ему сюрприз, но все-таки ты его можешь порадовать. И мы видим, как Иисус в Евангелиях пишется, что он огорчался от одних людей, а от других людей он радовался. Мы видим, что Иисус радовался, и мы видим, что Иисус огорчался. И кто может его порадовать? Люди. И так же и огорчают его люди. То есть это мы с вами. Речь не идет об одном человеке. Речь идет о нас с вами. Из-за эгоцентризма, что все лучи, весь прожектор направлен на самого себя, любовь к самому себе. Из-за этого человек не способен любить Бога. Он не может. Человек не видит Бога, так как все внимание сконцентрировано на нем самом и на его нуждах. Из-за того, что человек был лишен славы Божьей, теперь он как бы, знаете, он как бы находится в такой ситуации, где у него появились нужды, и он думает, как бы мне эти нужды восполнить, у него появились страхи, грех перешел, смерть перешла в его жизнь, ему теперь нужно выживать на этой земле, но когда мы рождаемся свыше, переходим в Царство Божье, то нам нужно жить все-таки по законам Царства Божьего, наполняться Божьей любовью. Послушайте внимательно, чем меньше любви в человеке, тем меньше его возраст. Младенчество это плотское состояние, вы можете выглядеть взрослым человеком, и вы можете прочитать Библию 40 раз, вы можете знать и разговаривать, но если нету любви, ваш возраст младенца, если вы легко огорчаетесь, вы легко знаете злитесь, раздражаетесь, это все говорит о том, что нехватка любви, и мы иногда думаем, что знаниями я восполню нужду, и я буду более взрослым. Вы видели, как ведут себя дети? Они ни о ком не заботятся, они о себе еле-еле могут позаботиться, понимаете? А взрослые? Взрослые заботятся о детях, мама собирает там, папа зарабатывает, все они думают, планируют. Видите, как взрослые поступают? То есть это все говорит о том, что взрослые любят своих детей, которых они родили, они о них думают, как бы им было лучше. Дети же не могут об этом думать. В принципе это нормально. Мы понимаем так, что все дети, это период каждого ребенка, когда ему наплевать абсолютно на все, он царь и бог дома. И мама с папой бегают и суетятся вокруг него. Это нормально. Это нормально. Мы все так были, мы все так действовали. Итак, чем меньше любви в человеке, любовь, она никогда не ищет своего. Помните 1 Коринфянам 13 глава? Там есть качество любви. И любовь, если мы хотим узнать, сколько в нас любви, то мы меньше всего будем думать о себе. Мы как бы не будем видеть себя. И мы будем видеть пользу другого человека. Скажите, где таких людей сегодня найти? Кто бы просто думал не о себе, а о пользе другого человека? Вот покупает что-то себе, такой думает, а как же я ближнему ничего не покупаю? Вот как же так? А знаете, вот как мамы. Думаете, они себе что-то покупают? Они идут в магазин себе покупать, потом приходят с детскими товарами. Купили все детям. Я свидетель. Смотрите, Галатам 4.1 говорится. И сапостол Павел говорит в современном переводе. Я имею в виду, что пока наследник еще ребенок, он в своих правах не отличается от раба. Хотя на самом деле ему принадлежит все имение. Смотрите, я имею в виду, пока наследник еще ребенок, младенец. Он эгоист. Он эгоист. Вы думаете, когда мы к Богу приходим, мы его сразу начинаем любить? Мы его знать не знаем. Для нас Бог, Господь Иисус Христос, Он для нас чужой. Когда мы приходим к Нему, мы знать вообще ничего не знаем, ни Духа Святого не переживаем, ничего. И что потом происходит? Бог начинает нам открываться. Он начинает свою доброту нам являть, и мы чувствуем, что Он нас любит. Мы переживаем, мы отдаем Ему свою жизнь, мы просим, чтобы Он вошел на права Господина в нашу жизнь. Почему мы это говорим? Почему мы каемся в своих грехах? потому что мы чувствуем Его доброту. И когда мы чувствуем Его доброту, у нас появляется внутри знание. Бог добрый, Бог меня любит. Бог меня любит таким, какой я есть. Да, Он не любит тот грех, и Он дает силу, благодать избавляться и меняться, но Он меня любит, и Он меня любит в младенчестве. Но здесь интересно, Павел говорит, пока наследник, наследник, наследник это тот, кто входит в наследство, как царь. Если он еще ребенок, он никакой не царь. Рабы будут им управлять и говорить ему, что делать. У него нет никаких прав, так же и верующий. Пока он еще ребенок, это говорится о том, образно говоря, что все сконцентрировано на нем. Он не умеет думать о другом, о ближнем. А Иисус он говорил. И христианство, в отличие от всех остальных религий на земле, оно построено. Оно имеет крепкий основательный фундамент это любовь. Бог полюбил этот мир. Бог полюбил человека. Бог полюбил человека, когда еще даже не сделал, он уже полюбил. В любви был рожден человек. Бог сотворил человека в любви. Это не была машина какая-то. Это было творение Бога самое потрясающее, самое прекрасное. И он сотворил его, чтобы иметь с ним отношения, общаться с ним, смеяться с ним, кушать с ним. Вы скажете, с Богом нельзя смеяться. А почему в притче о блудном сыне сказано, что они начали веселиться? Почему Иисус об этом говорит тогда? С Богом нельзя кушать. Кто сказал, что с Богом нельзя кушать? А что в Откровении написано, я стучу, стою у двери, кто отворит дверь, тому войду, и мы будем ужинать? Вечерю сотворим? А там в притче о блудном сыне, что он заколол не просто утку, знаете, поймал и заколол курочку. Ну что, сын? Сын да я. Что, нам много надо? Тебе лапка, мне лапка. Сейчас едим. Нет, он заколол быка, потому что праздник был большой. Большой был праздник. Деревня вся праздновала. Небеса все праздновали. И ангелы тоже радуются, Библия говорит. Все небеса радуются, когда один блудный сын приходит домой. ребенок, давайте здесь посмотрим, да, Павел говорит, я имею ввиду, что пока наследник еще ребенок, еще ребенок. Есть такое вот состояние у христианина, ребенок. Ребенок это эгоистичная личность, все крутится и вертится вокруг него. Он сплошной потребитель, давать он ничего не умеет. Когда он полностью в младенчестве, он ничего не умеет. Когда он вырастает, он уже умеет делать какие-то сюрпризы родителям. И знаете, как родителям приятно, когда его ребенок делает каляки-маляки на рисунке и дарит это папе с мамой. И там папа с мамой монстры нарисованы. Монстров нарисовал, но он видит, что это самое прекрасное, что он мог сделать. И родители это принимают с такой радостью. Потому что мотив ребенка это была любовь к родителям. От всего сердца он нарисовал. У него еще неправильные линии. Он не умеет рисовать красиво. Но родители восхищаются. Они говорят, какой ты молодец, как ты красиво сделал. Это приятно. И родителям приятно, потому что мотив у этого ребенка была отдача, любовь. Понимаете? Так же и мы своего это для него сделаем. Ребенок легко обижается. Видели таких христиан, которые обижаются? Слушайте, мы все обижаемся, потому что у нас есть живая душа. Единственное, кого не можете обидеть, пойдите на кладбище, там никто не обижается. Никто. Пока люди живы, они всегда будут обижаться. Но есть легко обижаются. Знаете, есть такие вещества легко воспламеняемые. Это говорится о том, что человек не наполнен Божьей любовью. Не наполнен. Он легко раздражается, капризничает. К нему необходимо находить особый подход. Видели к таким верующим, которым ты не можешь прямо говорить? Ты должен находить какой-то подход особенный. Ты не можешь прямо с ним говорить. Он рассыпется, если ты прямо ему что-то скажешь, замечание сделаешь или что-то. Поэтому ты будешь обходить особенно, ты будешь особенно с ним говорить. Представляете, если бы Петр был таким? Иисус ему говорит, отойдет меня сатана. Тут ему говорит, иди следуй за мною, а тут говорит, пошел вон. Еще и сатана. Хуже некуда обозвать. Это хуже матного слова. Понимаете? Но так как Петр все-таки был с Иисусом, и знаете, Библия говорит, что он познал Иисуса. Евангелие от Иоанна 6 глава, там сказано, что после того, как Иисус говорил о хлебопреломлении, многие ученики из учеников его отошли от него. 70 учеников больше не ходили за ним. И, видя это, Иисус еще больше подлил масла в огонь. Такой кастинг был сложный, серьезный для тех, кто войдет в невесту Иисуса Христа. И он своим ученикам обращаясь говорит, не хотите ли вы отойти от меня? Петр подумал, подумал и говорит, Господи, а кому нам идти? Мы уверовали и познали, что ты есть, у тебя есть глагол вечной жизни, ты есть жизнь. Знаете, что у Петра произошло? Он познал Иисуса. Он не просто за ним следовал, как за хорошим лидером, безупречным лидером. А что если твой лидер согрешит? И ты это узнаешь. Ой, как тебе будет плохо. Ой, потому что ты думал, что твой лидер идеальный Бог. А Бог тебе говорит, ах, ты так думаешь, я тебе покажу его косяки. И когда ты увидишь, тебе будет очень плохо. Но знаете, что? Петр сказал, а кому нам идти? Мы уверовали и познали. Мы тебя Иисус вкусили. Мы тоже может этого не понимаем. Да и мы тоже не поняли бы. Как Иисус говорит, ешьте мою плоть и пейте мою кровь. Если вы этого не будете делать, вы не будете в себе иметь жизни. Вот как это понять? Вот прямо тебе говорят, без всяких намеков, без всяких прообразов, те говорят, что надо есть Иисуса. И сам Иисус тебе говорит. Если бы кто-то другой говорил, мы бы сказали, да ладно, молчи, ты что говоришь, ты перепутал. А когда это Иисус говорит, ты не можешь такое сказать, потому что он имеет это в виду. Нам нужно было подождать чуть-чуть, чтобы услышать дальше, что Иисус скажет. И он сказал слова, которые говорю я, суть дух и жизнь. И он имел ввиду хлеба преломления. Понимаете? Он не имел ввиду, что физически нужно жевать мясо человеческое. Но когда мы вкушаем хлеб, мы осознаем, что мы вкушаем Иисуса Христа. Мы пьем его кровь, когда мы пьем его сок, когда мы пьем виноградный сок, мы кушаем, мы действительно соединяемся со Христом в духе. И последнее. есть ли воздаяние любящим Бога? Какая им будет награда? Людям, которые с искренним мотивом, хоть и небольшое может быть, но они делали это ради Бога. Что таким людям будет? Первое Коринфянам 2.9 Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. любящим его, мотив которых это не было какое-то корыстное действие, это была любовь к Богу. Я проповедую здесь, я люблю Бога, я хочу, чтобы все люди об этом узнали, я пою здесь, я хочу, чтобы это коснулось Бога. Я хочу подарить эту песню Богу, я хочу подарить ему свои эмоции, я хочу подарить ему свои переживания, я хочу передать ему свои я хочу это озвучить, я хочу, чтобы его окружение, кто окружает Бога, весь духовный мир, слышал, что с земли идет поклонение Богу просто так, не за то, что Бог что-то даст, а просто потому, что его любят. Дьявол не верил, что Бога может кто-то просто так любить, он не верил, он говорит, давай проверим, и проверили на Иове, и оказалось, что Иов любил Бога просто так, будучи богатым, когда богатый любят, то мы понимаем, что у него же все хорошо, почему бы не любить еще Бога, а вот у него все забрали и дали проказу, и он не похулил Бога, и Бог сказал сатане, закрой свой рот, есть, хоть и немножко, хоть один человек, хоть два человека, и может быть три человека из всего человечества, но они меня любят, понимаете, большинство христиан не любят Бога, не любят, они славят Его, они Его благодарят, но они Его не любят, и Он об этом знает, и Он не уничтожает эти церкви, Он продолжает их любить, и Он говорит, Иоанн, напиши этой церкви, что я все вижу, что творится в их сердце, а для Бога это важнее всякого твоего прославления, всяких твоих денег, которые ты дашь Ему, это важнее, почему ты это сделал, почему ты это сделал, многие проповедуют, многие служат Богу ради себя, я говорю, хотят что-то делать для Бога ради себя, чтобы стать звездой на фоне Бога, и такими были ученики, они хотели сесть в царство Иисуса по одну сторону, по другую, у них тоже были корыстные мотивы, и другие роптали на них, а они другим говорили, а вы вообще будете нашими слугами, другим десяти, понимаете, потому что в царстве как, Иоанн и брат его, а мы, а вы слуги будете нашими, понимаете, но когда они увидели в Иисусе совсем другую природу, что он любит безвозмездно, что он делает для проститутки, как можно ей добро делать, ее надо посадить, ее побить камнями надо, Иисус говорит, да, вы уверены, ну тогда идите к ней присоединяйтесь, потому что вы только что с ней были, и все быстро убежали, понимаете, как люди думают, спешат судить других, а если на тебя прожектор направит Бог, хочешь ли ты, запомни, когда ты кого-то судишь, Бог может направить на твою жизнь прожектор, и тогда тебе станет не по себе, ты увидишь, сколько еще грехов у тебя есть, оказывается, поэтому, давайте мы поднимемся, поэтому, знаете что, Бог, он скрывает эту проблему, он выдавливает этот чирий, этот прыщ, он решает эту проблему, почему, потому что очень скоро он хочет прийти за своей церковью и забрать ее, он же не заберет купола, он же не заберет храм, он не заберет здания, он не заберет таких, знаете, благочестивых верующих, есть, знаете, такие, смотришь и прям видишь, что он верующий, но слушай, не это он заберет, не обличие он заберет, он заберет сердце твое, он заберет тебя по мотивам твоего сердца, и Бог хочет отделить, поэтому Бог не удаляет, знаете, зло с земли, грех земли, разврат земли, идолов, не убирает, чтобы проверить, а как ты себя будешь вести, как, ты его будешь при всем этом, при всех возможностях, будешь ли ты любить его, вот если бы Бог все это уничтожил, грех, разврат, идолов, все уничтожил, у тебя не было бы больше возможностей, когда говоришь, Бог, я люблю тебя, а так как все еще по-другому, здесь еще все какого-то другого навалом, и этот Бог есть, и этот Бог есть, то Он смотрит на твое сердце, вы думаете, Бог не смотрит? Смотрит, это точно я вам говорю, вы спрашиваете, а чем занимается Бог? Смотрит на твое сердце, Он любит тебя, не переживай за это, не переживай, если бы Он тебя не любил, давно бы тебя уже дьявол убил, сбил бы машиной, да в аварию попал бы, Бог тебя любит, Он пытается изменить твое сердце, чтобы не Он изменил это, а чтобы ты принял решение, что с этого момента, что бы я ни делал, останусь я один, или останусь, у меня будет все хорошо в жизни, я буду любить Бога, я в точности узнаю, что Ему нравится, а что Ему не нравится, и я буду делать так, чтобы угодить Ему, так, чтобы угодить Ему, чтобы все ангелы позавидовали людям, чтобы дьявол позавидовал, какие у Бога есть люди, у него же тоже есть слуги, у дьявола слуги более бывают послушные, чем верующие у Бога, больше, они больше постятся, они постятся по 80 дней, сатанисты, они не кушают, они молятся, они много-много делают жертв, чтобы дьявольская сила действовала через них, и зло процветало, то, что не делают христиане, как бы не столько они посвящены Богу, но есть эти люди, которые на самом деле посвящены до смерти, и причина это любовь к Богу, и причина, почему это произошло с ними, они однажды пришли на перекресток, они увидели свою никчемную жизнь, что я, будучи ребенком Божьим, все равно еще хочу что-то свое, все равно доказываю кому-то что-то, я не делаю то, что меня Бог просит, я делаю только то, что я хочу, я выбираю, что мне делать, и когда эти люди, они увидели всю эту грязь в своем сердце, что мотивы еще грязные в моем сердце, что еще много гордости есть, превозношения, и они сказали, Бог, я просто ничего не хочу делать вообще, если это не будет тебя славить, я только буду делать только то, что тебя прославляет, понимаете, с этого начинается перемена в нашей жизни, с мотивов, с мотивов, и в любви нету страха, я не буду бояться, мне будет просто не хотеться огорчить Бога, поэтому я буду все, что я буду делать, я буду делать из-за любви, а когда я научусь его любить, я прежде наполнюсь его любовью, я смогу дать ближнему любовь, я смогу дать ему качественную любовь, понимаете, и ближний поймет, что это качественная любовь, потому что так к нему нигде не относятся, потому что везде его встречают по одежке, пусть вас Бог благословит, удачусь, удачусь. Продолжение следует...